Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Видео с похожим названием «Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней» на моем канале уже есть! Судя по соотношению лайков и дизлайков а лайков всего в два раза больше, чем дизлайков я понимаю, что на какую-то часть вопросов я не ответил. Или ответил не так, как вы этого ожидали. В среднем на моем канале лайков примерно в 15 раз больше, чем дизлайков. Поэтому и решил написать новое видео на похожую тему. И пока я искал, как лучше написать это видео, «Я панацею нашел!» Она реально есть! Она не такая простая, как вы думаете! Да, многие считают, что панацею сложно приготовить и просто употреблять. На самом деле все немножко наоборот. Панацея очень простая, но она сложна в употреблении. Все немножко по-другому. Если вы взрослый человек, то вы же понимаете, что количество клеток в вашем организме, а клетка это индивидуум в вашем организме, который выполняет какую-то функцию. Количество клеток измеряется величиной 10-13 степени. Иными словами, каждый из вас – это макрокосмос, в котором количество планет, органов, систем достаточно большое. А население этих планет в тысячу раз больше населения планеты Земля. Это громадный мегаполис, организм человека. Который требует для своего нормального существования, для своей нормальной работы, разные компоненты. И вот здесь, когда я искал ту самую панацею, я вначале искал в диетологии. Думаю, да, наверное, диетология все-таки здесь панацея где-то лежит. Но! Основные продукты питания можно разделить. Мы зависимы от энергии Солнца. Не можем ее получать, как некоторые Солнцееды напрямую. Зависимы от продуктов питания. Которых, если формализовать, основные источники энергии – это белки, жиры, углеводы и их производные. И панацея где-то здесь, возможно, была бы и заложена. Но! Если мы возьмем людей, которые живут в областях около экватора. У них пища резко обедена белком. Ими не нужно такое количество белка. Белок согревает обмен веществ. И может вызвать перегревание, тепловой или солнечный удар. И люди просто погибали бы. Поэтому белок – один из классиков марксизма-ленинизма говорил. Жизнь – это способ существования белковых тел. Но! Вместе с тем, даже низкобелковые диеты не вредят здоровью при определенных условиях. Если мы возьмем самый простой источник энергии. Самый мощный. 60% энергии человек получает из углеводов. И, казалось бы, панацея где-то здесь. Самое экологически чистое топливо. Но! Если мы возьмем шапки земли. То те, кто живет около них. Я имею ввиду полюса. То есть эскимосы. И другие народности крайнего севера. Они живут на практически нулевой углеводной диете. Основа в рационе – это мясо, рыба и жир. То есть углеводов практически нет. Да, не живут они долго. Да, живут в среднем 40-50 лет. Для них это уже практически долгожительство. Но! Все же они в этих условиях также живут. Жиры так или иначе присутствуют и в диете низкоуглеводной и в низкобелковой. Их очень сложно исключить из рациона. Но! В случае если вы исключите жиры из рациона. Да, организм будет работать хуже. Но все-таки работать будет. Поэтому любой компонент. Если у вас была какая-то недостаточность по какому-то компоненту. По той или иной причине. То ли вы диету какую-то используете. Ту которую вы считаете нужным для себя применить. То ли у вас пищеварительная система работает плохо. То ли печень как основной цензор. Который фильтрует всю кровь идущую из пищеварительной системы. И должен грязь сбросить через желчный пузырь обратно в кишечник. Ну у кого есть желчный пузырь. У кого нет просто напрямую. А все полезные вещества пропустить в организм. Я понимаю что я как диетолог не могу сказать. Диетология. Правильное питание. Это панацея от всех болезней. Потому как мне часто звонят люди. Я питаюсь правильно. Почему я болен. Многие считают что выход из болезни это движение. Это спор. Но только в том случае если у вас не просто правильное питание. А супер правильное питание. Потому как для того чтобы двигаться. Вы должны тратить какие-то продукты питания. Которые вы переварили. Которые вы усвоили. Которые ваш организм получил. Если вы создали какие-то резервы. То вы можете активнее двигаться. И тратить то что вы создали. Если же у вас есть какой-то дефицит питательных веществ. А их если так формализовать примерно 500 разных. Вот те самые белки, жиры, углеводы. Разбиваются на мельчайшие компоненты. Есть в физиологически активные вещества. Так как фитотерапевт искал панацея здесь. Но. Фитотерапия это система изменения активности тех или иных органов и систем. Она мало несет с собой тех самых кубиков. Велки, жиры, углеводы их производные. А часто несет физиологически или биологически активные вещества. Которые способны изменять активность разных органов и систем. И перераспределять. Но. Не создавая. В меньшей степени фитотерапия способствует созданию новых каких-то компонентов. А в большей степени перераспределению. Иными словами. И травы не могут быть той самой панацеи. Как часть производных. Примерно 60% существующих сегодня препаратов. На основе трав. На основе лекарственных растений. Химики не придумывали ничего нового. Взяли просто существующее в природе. Потому как человечество в принципе развивалось на пищевых растениях. Периодически используя лекарственные. И человек по обмену веществ к ним готов. Поэтому проще излечь какое-то отдельное вещество. И более активно менять жизнедеятельность человека. Но. В данном случае. Менять перераспределяя. Активируя одни органы и системы. Снижая активность других. Но опять таки здесь. В этой системе панацеи нет. А панацея прямо перед вами. Когда человек звонит мне. Говорит. Я правильно питаюсь. Двигаюсь. Веду здоровый образ жизни. Чего мне не хватает? Я говорю. А вам не хватает как правильно пить воду? Если вы будете на фоне правильного питания. Правильного образа жизни. Правильно пить воду. То вода для вас становится панацеей. В водной среде происходит все реакции в организме человека. Вода это одна из основных транспортных систем. Да. Кровь стала более сложной системой транспорта. Простейшие используют воду совершенно по-иному. Когда микроорганизм находится в неактивном состоянии в воздухе. Он не активен. Только он попал в среду где есть вода. В продукт где есть вода. Он может там развиваться. Поэтому если вы берете сырую рыбу. Она может стать объектом для размножения различных микроорганизмов. Если вы воду из рыбы удалили. Вялили ее. Сушили. Солили. У вас в безводной среде уже микроорганизмы размножаться не могут. И рыба может храниться достаточно долго. Но панацея выпить стакан либо два воды такой панацеи нет. Панацея в совершенно ином. Да. Вода есть. Но. Вам нужно знать какого качества. В каком количестве. И в какое время принимать воду. Это не так просто. Упрощенная рекомендация пейте 1,5-2 литра чистой воды и будет вам счастье. Она не работает. Потому как потребность в воде для каждого конкретного человека меняется. В зависимости от множества условий. Если вы знаете эти условия и правильно употребляете воду. То вода для вас становится панацеей. Такие видео есть на моих каналах. Как пить воду в разных ситуациях. До еды. Во время еды. После еды. Утром. Вечером. Ночью. В связи с занятиями спортом. До занятий. Во время занятий. После. До работы. В перерыве. После. В перекурах. В каких угодно условиях. Масса условий. Есть правильное употребление воды. И если вы это знаете. Люди говорят. Я пью воду правильно очищенную. У меня самая лучшая система очистки стоит. Я знаю как ее пить правильно. А все равно болею. У вас появилась еще одна панацея. Вода уже для вас не панацея. А панацея находится в этом бокале. Это воздух. И нужно знать в этих условиях. Как правильно дышать. Если вы питаетесь правильно. Пьете воду правильно. Образ жизни у вас шикарный. Живете в прекрасных условиях. Но. На фоне здорового образа жизни. Обеспеченного правильным питанием. Правильное употребление воды. Способствует доставке каждой работающей клетки. Нужных ей компонентов. И только после этого у вас появляется панацея. Кислород. Единственный окислитель. Если вода. Единственный универсальный растворитель. Способный приносить продукты для обмена веществ. И выносить конечные продукты жизнедеятельности. То кислород уникальный. Окислитель. Который способен помочь вам. Извлечь всю энергию солнца. Заложенную в продуктах питания. И использовать на свои потребности. Как каждой вашей клеткой. Так и работающими органами, системами. Ну и организмом в целом. Но. Есть десятки видов правильного дыхания. В зависимости от вашего уровня здоровья. От тех болезней которые вы имеете. От тех условий в которых вы находитесь. Это тоже не так просто. Эта панацея она проста. Кислород самый простой. Один из самых простых элементов. Но. Использовать его правильно. Нужно уметь. Если вы кислород используете неправильно. Его либо не хватает в клетках. Либо слишком много. Возникают разные проблемы со здоровьем. Автомобилисты знают. Не дожив топливо. И пережив топливо. Одинаково. По-разному. Но плохо заканчиваются. Отражаются на здоровье автомобиля. Примерно то же самое происходит с организмом человека. Если вы дышите неправильно. Эти сложности скептики скажут. Как все сложно. Где же панацея. Где же щелчок пальцами. А щелчок пальцами. Это ваша мотивация к тому. Что если вы хотите жить лучше и дольше. То для этого нужно что-то делать. И лопату берет тот кто хочет жить лучше и дольше. А кто хочет жить еще лучше. Тот берет экскавата. Или несколько. А дальше. Ежечасно. Ежедневно. Оптимально. Всю жизнь. Активно работать. Над сохранением и укреплением. Самого ценного что у вас есть. Это ваш уровень здоровья. Который определяет многое в вашей жизни. Можете вы пользоваться. Благами современной цивилизации. Или в чем-то ограничены. Можете активно работать. И приобретать новые возможности. Либо ваши болезни вас серьезно в этом ограничивают. В этом и состоит панацея. В понимании возможности вашего организма. И изменение образа жизни. В соответствии с переменными условиями окружающей среды. Только в этом случае. Вы живете лучше и дольше. Исходный уровень здоровья. Он мало что в этом определяет. Главное понимание вот этих переменных. Которые позволяют вашему организму. Выживать в разных условиях окружающей среды. Система конечно наиболее проста. У людей здоровых. У них меньше ограничений. Она несколько сложнее. У тех у кого есть различные заболевания. И если вы смотрите это видео. Мы вряд ли ситуацию изменим кардинально. Мы можем только правильно использовать те возможности. Которые вы сейчас имеете. Однако. Если вы думаете о здоровье своего рода. Вы можете изменить уровень здоровья своих детей. Своих. Внуков. Правнуков. Для этого нужно правильно подготовиться к беременности. Ребенку понятно. Что у больных родителей. Вряд ли родятся здоровые дети. Это невероятная ситуация. Вот у здоровых родителей. Рождение здорового ребенка. Более прогнозируемо. И подготовка к беременности. В современных экологических условиях. Которые сам человек то и создал. Это. Норма времени. Это безальтернативный путь. Иначе идет вырождение. Каждое поколение. Становится слабее предыдущего. Это факт. Известный. Всем. Поэтому. Подготавливаться к беременности нужно. Но. Подготовка к беременности у женщины. Не состоит в решении. Две полоски. Класс. Занимаемся подготовкой. Тут уже все состоялось до женщины. Подготовка к беременности. У супруги. Для мужчины. Не состоит в том. Что бросить курить. Или другие вредные привычки. После того. Как появились две полоски. Подготовка к беременности. У женщины. Должна закончится. За три месяца. До вероятного оплодотворения. Потому. За три месяца. До оплодотворения. В ее организме. Начинает активно развиваться. Спавшая до этого яйцеклетка. И приобретать. Те полезные вещества. Которые женщина. Вложила в свою кровь. Те полезные продукты питания. Которые она употребляла. Те полезные напитки. Исключенные вредные привычки. Три месяца развивается яйцеклетка в яичнике. Только после этого идет овуляция. Она выходит из яичника. И может быть оплодотворена. Поэтому. Женщина должна быть абсолютно здоровой. Либо максимально здоровой. За три месяца. До вероятного оплодотворения. Подготовка к будущему отцовству. У мужчины. Она может закончиться накануне оплодотворения. Мужчине нужно просто выдать здоровые сперматозоиды. Для этого он должен быть здоров. Или максимально здоров. Накануне оплодотворения. В этом случае. При оплодотворении. Развивается наилучшим образом яйцеклетка. А далее. 9 месяцев правильно сопровождаем беременность. Дальше. Грудное вскармливание. Ну и постепенная адаптация. Ребенка к новой жизни. И его панацея. Это внести вам информацию. Что для того чтобы он родился максимально здоровым. И имел меньше сложностей в своей жизни. С разными особенностями. Учитывая различные заболевания. Он должен был вам. Как родителям. Внести эту информацию в уши. А вы не только использовать глагол. Знать должны. Но и делать. Берете лопату. Берете экскаватор. И работаете в этом направлении. Первично. Над улучшением своего уровня здоровья. Потенциально. Над улучшением уровня здоровья своих потомков. Вот на этой позитивной ноте. Я это не самое простое видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И надеюсь в этом видео. Вы получили больше информации. Как же правильно жить не болея. В случае болезни. Как правильно лечиться. Вылечиться. И дальше опять жить без болезни. И в том и в другом случае. И на стадии лечения. И на стадии профилактики. Вам нужно знать основные моменты. Для кого-то панацея. Начинается с уровня правильное питание. Кто-то владея правильным питанием. Использует для него панацея. Правильное употребление воды. Если вы эти два блока информации используете правильно. Для вас появляется панацея. Правильное дыхание. Как же доставить работающим клеткам нужное количество кислорода. И самым безопасным для этого способом. Объединив все компоненты в один. Вы получаете искомый здоровый образ жизни. Иными словами панацея жизни в условиях окружающей среды. Она у каждого своя. И каждый ею пользуется по своему усмотрению. Кто-то только знает. А кто-то еще и что-то делает. До новых встреч на моих каналах. Не забудьте подписаться на мой канал. Если вам это видео понравилось. Не забудьте поставить лайк. Отправить ссылку по соц сетям. Своим друзьям. Знакомым. Я думаю что лишней информации не будет. О здоровье. Потому что здоровье теряется всего один раз. Знаете Сенека говорил. Никто не знает когда придет старость. Но знает когда она пришла. Здоровье нужно беречь. И лучше чем раньше. Тем лучше. Больше его останется. В любом случае. Нужно вам лечение рака. Либо лечение спида. Хотите вы вылечить сахарный диабет. Либо жировой гепатоз. Хотите вы вылечить простатит. Либо аденомопростаты. Нужно вам вылечить гастрит. Либо язву. Панкреатит. Либо дисбактериоз кишечника. В любом случае. Панацея. В каждом случае. Всего одна. Это правильное питание. Которое на метаболическом уровне. Обеспечит. Ваш организм. Нужными. Макро. Микроэлементами. А также. Белками. Жирами. Углеводами. Иными словами. Примерно 500 различных компонентов. Которые будут доставлены. К работающим клеткам. Правильной водой. Я бы сказал. Диетической водой. И из которых. Будет излечена энергия. На фоне. Правильного питания. Только в этом случае. Вы получаете. Свою собственную. Личную. Панацею. Для вашего здоровья. И активного долголетия. И те. Результаты. Которые вы хотите получить. По своему здоровью. Вы их. Получите. С пламенным. Приветом. Из Рима. В площади. Святого Петра. И с наилучшими пожеланиями. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Не забудьте. Подписаться. На мой канал. Поставить лайк. На это видео. И отправить его друзьям. Ведь Панацея нужна. Не только вам. Здоровье. Наверняка. Интересует. Не только вас. Но и ваших. Друзей. До новых встреч. На моих каналах. Рассмотрит. Время. Продолжение следует...